Всем привет, друзья! Ну что, Новый год мы встретили, но фикс прайс нас уже успел порадовать некоторыми новинками. Давайте кое-что с вами обсудим, посмотрим на качество товаров и решим, что стоит покупать нам в 2021 году, а что пусть и так же стоит на полках фикс прайса. Появились новые доломитовые горшки. Производитель Китай, ценника, к сожалению, не было, но я думаю, цена на них будет 77 рублей. Если вдруг кто-то уже точно знает, то пишите цену в комментариях, буду вам очень признательна. Красивые расцветки, нежные, белые, нежно-голубые и розовые, а также посмотрите интересный дизайн, вот эта гравировка на боках этих горшков. Лаконичные фоторамки, которые впишутся в любой интерьер, для фотографий размером 10 на 15 сантиметров. Стоят они 77 рублей. Точно такого же размера фоторамки, тоже для фотографий 10 на 15, но уже за 99 рублей. И это фоторамки из новой коллекции. Мне кажется, что да, они относятся к белой коллекции Зимний Прованс. Если вы еще не видели обзор на ту интересную серию, то ссылочку я оставлю в подсказке, переходите, смотрите. На удивление, серия в основном удачная и там есть несколько полезных вещей. Деревянные таблички с насписями. В комплекте также еще идет и шелковая веревочка, при помощи которой можно подвешивать. Цинника, да, к сожалению, не было. И я не знаю, сколько стоит. Может, рублей 99 больше бы я не дала. Красивые и интересные дизайны. Правда, я не знаю в интерьере, куда их пристроить. Единственное, что вот эта дощечка где-нибудь на кухне бы хорошо пристроилась бы. Очередная новинка среди косметики. И это скраб для тела. Ну, конечно же, я такой скраб взяла, но пока еще не успела попробовать. Фирма-производитель Dream Nature. И тут у нас в магазине два варианта таких скрабов. Один скраб с ароматом клубники. И второй скраб шоколадный шейк. Написано, конечно, все здорово, что очищает кожу, увлажняет, питает. Посмотрим. Попробую обязательно в видеообзоре покупок. Вам свое мнение выскажу. Очищающий гель для умывания. В составе которого есть натуральные компоненты имбирь и лимон. Подходит для комбинированной и жирной кожи. Еще из этой серии есть увлажняющий крем-гель с алоэ вера для нормальной кожи. И метиллярный гель для умывания с мятой и огурцом. Также подходит для нормальной и жирной кожи лица. Новый крем для лица от фирмы L'Oréal Paris. Стоит он 199 рублей. Это мультикомплекс для увлажнения, подтягивания и придания сияния кожи. 24 часа. Что меня насторожило на счет этого крема? То, что на самой коробке нет никаких русских надписей. И только имеется этикетка с переводом. Я не знаю, откуда была эта закупка, из каких стран. Но явно, что этот крем не рассчитан был на российский рынок. Помните, раньше мы с вами покупали зубную пасту. Зубной вот такой порошок супер отбеливания с экстрактом гвоздики. И теперь что-то наподобие этого появилось в продаже. По составу и способу применения схоже. Ценника не было, но та паста стоила 199 рублей. Так что, думаю, тут цена точно такая же. И новые дезинфицирующие салфетки. 30% спирт. Большая упаковка. 120 штук. 120 салфеток. Как всегда, вам покажу новые варианты картин для раскрашивания по номерам. И сейчас, в зимние выходные, это прекрасный способ провести свободное время, если у вас эти выходные длинные. Деревянные часы-будильники. А теперь появился еще и третий дизайн. Книг очень и очень много. Причем, в основном, книги серии нон-фикшн. Книжки в мягком переплете. Стоят они 99 рублей. Также есть несколько книг и в твердом переплете. Покажу вам быстренько новинки. Лицевую сторону книги. А также обратную сторону, чтобы вы смогли ознакомиться с аннотацией. Если мне удалось снять аннотацию как можно ближе. К сожалению, книги не читала. Ничего про них не знаю. И поэтому дополнительно никакой информации озвучить не смогу. В отделе с товарами для красоты тоже есть новинка. Это маска для лица за 99 рублей. Продается она в нескольких цветах. Внутри находятся гидрогелевые шарики. И за счет их наличия, эту маску можно использовать как разогревающую, а также и охлаждающую. В принципе, очень удобная вещь. Всегда, например, можно держать такую маску в морозилке. И потом доставать и использовать для борьбы с отеками. Очередная блестящая новинка. И это зеркала на ручках. Стоят они 149 рублей. Зеркала есть как круглая форма. Также есть в форме сердечек. Ну и, конечно же, самое интересное. Это залепать вот на эти переливы блесток. В эту зиму фикс прайс не пожертвовал, не пожалел этих блесток. Блестки есть во всем. Очередная модификация игры «Любопытные суслики». Стоит она 199 рублей. Ну а суть игры – бить молоточком по выскакивающим сусликам из норки. Популярная игра где-то в Америке. В Европе я знаю, что популярны. Но вот и у нас фикс прайс тоже такие игрушки продает. Детские платья-туники. Интересные принты есть. Мне больше всего приглянулся принт с ежиками. Такие интересные. И в сердечках состав 100% хлопок. Но по материалу это такая тоненькая кулирочка. И вот есть еще один вариант расцветки этих платьев. Ценника, как всегда, тоже не было. Большой привоз детских носочков. И тут цены начинаются от 77 рублей. Причем есть как тонкие носки, так и плотненькие махровые. Ну и, конечно же, горы перчаток, шапок, шарфов. Все это, все это есть в экспрессе. Но мы с вами уже это успели обсудить и не один раз. В этот привоз неплохие платья у кукол Аврора. Они все такие пышные, с кольей. И посмотрите, куклам-мальчикам тоже новые костюмы сшили. Посмотрите, даже куртка-пиджак на молнии. Но, конечно, масштаб этой молнии не соблюли. Крючки на двухстороннем скотче. Еще одна неплохая новинка, которую я смогла опробовать. Это чехол для хранения вещей на молнии. Он очень хорошего качества. Хорошая молния. И сам чехол плотный. Но вот цена у него 149 рублей. Но, как говорится, за качество надо платить. Маленькие детские чашки-кружки за 55 рублей. С красивым дизайном. Еще интересные кружки в мятных оттенках с имитацией вязки свитера. А еще в пару к этим чашкам привезли заварочные чайники. У них точно такие же расцветки. И вот посмотрите на упаковке. Сам чайник выглядит насыщенно голубого цвета. Но на самом деле он бледней. Поэтому при покупке все-таки открывайте коробочки. Смотрите, чтобы выбрать подходящий чайник вам по расцветке. Объем 700 миллилитров. Цены, как всегда, не было. Но выглядит по-зимнему интересно. И еще из этой же серии пиалушки. Мы с вами видим тут, как вот такие голубомятные пиалушки. И в розовом цвете. Так что, думаю, чайники тоже должны быть в розовом цвете. Пластиковая хлебница. За 149 рублей продается она в разных расцветках. Состоит из двух частей. Нижняя часть рисшотчатая, через которую будет циркулировать воздух. Ну, а верхняя часть крышка. Она из прозрачного пластика и цельная. Еще интересная новинка. Это универсальная пластиковая доска. Вы посмотрите, тут имеются еще и углубления, и съемные вставочки. Есть она в зеленом ярком цвете, в коричневом и вот в таком красном. И на этикетке, в принципе, как-то подробно указано, как можно ею пользоваться. Можно просто как цельной доской. Можно половинку снимать, нарезать продукты. Потом в эту емкость их пересыпать. И в сковородку или какую-то другую кастрюльку просто высыпать нарезанные продукты. Но вроде бы правильно объяснила. В магазине по улице Восстания заметила новые носки. Конечно, для новогодних фотосессий они бы подошли прекрасно. Но, к сожалению, привезли их поздновато. Ну, почему? И можно и сейчас на каникулах устроить себе фотосессию. Красивые носки с мишками, с собачками. Цена, думаю, 199 рублей. Яркие мужские носки от белорусского производителя. Стоят они 99 рублей. Стеклянные бутылочки, которые имитируют по форме лампочку. И посмотрите, они в разных цветах, с трубочкой. Да и стоят дешево всего лишь 55 рублей. Из кухонной серии Loft привезли вот эти подставки. Органайзеры для хранения столовых приборов. Выполнены они из черного металла. Цена 199 рублей. Ну и, конечно же, большой выбор различных коробочек и органайзеров, которые мы с вами обсуждали. И игрушки-болтушки-повторушки появились в новогоднем зимнем дизайне. Посмотрите, сейчас можно найти совушек, каких-то милых лисят. А также оленя с рогами. Цена 199 рублей. Ну что, друзья, вот и подошел этот видеообзор к концу. Надеюсь, вы какую-то полезную информацию для себя нашли. Или же какой-то товар вам понравился. Если у вас есть свое собственное мнение по поводу тех или иных товаров, не стесняйтесь, пишите, озвучивайте его в комментариях. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok